Всем привет, с вами Большой Саша и сегодня поговорим об облачных системах видеонаблюдения. Поехали! В июне этого года компания Apple презентовала дальнейшее развитие своей системы HomeKit, которая представляет из себя набор интегрированных решений в их экосистему. Так, покупая устройство, которое поддерживает HomeKit, вы можете легко с помощью QR-кода добавить ее в систему и управлять. Головной станцией в таком случае выступает либо Apple TV, либо простой планшет iPad. И вы можете создавать различные сценарии, сделать автоматизацию, но, что самое интересное для меня, появилась возможность записывания камер в облако. Отдельно хотелось бы поговорить по тарифу. Самый простой тариф позволяет подключить одну видеокамеру и хранить до 200 гигабайт объема. При этом нет какого-то ограничения по количеству дней, это может быть и 3 и 5 дней, а может быть и целый месяц. Все зависит от того, сколько движения в кадре и это очень удобно, потому что зачастую в облачном хранении дается какое-то количество дней. Здесь же мы используем свое хранение так, как нам это удобно. Мало движения, много записей, больше дней, но можно добавить только одну камеру. Следующий тариф стоит уже 600 рублей, но туда уже можно добавить до 5 видеокамер и у нас появляется 2 терабайта свободного пространства, что, согласитесь, немало. Мы можем записывать с 5 камер практически месяц, наверное, при небольшой интенсивности движения, и это полноценная система видеонаблюдения. При этом дружит с экосистемой Apple, легко добавляется в существующий набор ваших датчиков и может запускаться вместе со сценариями. Например, вы можете использовать какой-то внешний датчик движения для того, чтобы создать сценарий, при котором включится запись. Но Apple пошла еще немножечко дальше. Она также добавила возможность распознавать лица в кадре и определять тип – животное это или человек, чтобы исключать ложные тревоги. Например, вы можете добавить в медиатеку лица людей, кого вы знаете, и если такой человек появляется в кадре, вам приходят уведомления. У меня приходит уведомление на телефон, где написано, в кадре появилась, возможно, жена или, возможно, сын, или он показывает, что это я, что очень удобно. При этом очень хорошо работают геопозиции. Например, вы можете настроить следующим образом систему. Когда я ухожу из дома, включи запись и включи мне уведомления. И тогда я буду знать, что кто-то пришел домой, когда меня там нет. Например, если я жду детей из школы, хотя у меня они еще не ходят в школу, а чему-то я. Если я жду, когда появится кто-то дома, например, жена придет с детьми или, например, придет кто-то из родственников, это очень удобно. А когда я дома, выключи запись, выключи трансляцию и не беспокой меня уведомлением. Но если бы я жил, например, в коттедже, я бы хотел получать уведомления с определенной камеры, даже когда я нахожусь дома. Для этого в Apple TV есть тоже удобный функционал. Например, если вы смотрите фильм и происходит какое-то движение обнаружения человека в кадре, например, на улице, вам приходит уведомление в виде небольшого окошечка сверху, на которое вы можете нажать прямо в режиме просмотра фильма и увидеть, что происходит. При этом вы можете вернуться к просмотру фильма или посмотреть другие камеры. Это как раз, к слову, в экосистеме. Вы можете это просматривать как с телефона, так с Apple TV, так и с других устройств. И все это с семейным доступом, что, согласитесь, удобно. Что бы хотелось сказать по итогу. Если вы, как и я, фанат Apple, у вас есть устройство, то для вас эта система стоит лишь как стоимость камеры плюс тариф. Вы получаете дружественную систему с возможностью распознавания лиц, с недорогим хранением и очень удобную в эксплуатации. И я уверен, что будет дальше продолжаться развитие этой системы, будет добавляться больше аналитики. И самое главное, что все это реализуется на базе ваших же устройств. Вам не нужно что-то докупать дополнительно или не нужно отправлять видеопоток в компанию Apple для расшифровки, для распознавания лиц. Все это делается на планшете или на Apple TV. И это круто. На этом у меня все. Хочу увидеть в комментариях или услышать, что вы думаете по поводу подобного функционала. Как вы думаете, будет ли это представлять какую-то угрозу текущим компаниям, которые предлагают облачные решения. И согласитесь, цена не сильно высока. Давайте поговорим об этом. Увидимся!